Нина Васильевна, мы где с вами находимся? В Тольятти? В Тольятти. Это торговый центр Русь. Вы Нина Васильевна? Я Нина Васильевна. Я доктор Александр Малко, моя фамилия. Я из Севастополя. Моя задача сегодня увидеть нечто новое вообще в сфере оздоровления, в медицине. Вы можете нам сказать, от чего вы смогли сегодня избавиться? Что прошло, что улетучилось в вашей жизни? Ну, я хочу сказать, что островок здоровья, да, это уникальная вещь, потому что здесь люди лечатся. Ну, как можно сказать? От чего вы смогли? Я вообще-то, у меня сахарный диабет, мне-то небольшой. Я смогла вылечить стопы. Стопы? Что было в стопах? В стопах анемии. Диабетическая нейропатия? Да. А сколько лет у вас диабет уже был? Ну, уже порядка 12 лет. 12 лет. Вы принимали таблеточки? Я таблетки и по сей день принимаю. А с ногами, с анемением, когда появилась проблема? Да, появилась это, ну, оно... Год, два, три? Ну, где-то вот в течение уже не два, а пяти лет. Пять лет? Да. Ну, пока я узнал, дочь у меня... Пробовали? Подождите, я вот практик, врач, я 15 лет в хирургии отработал. Я натуральный врач, который знает все нюансы. Причем диабетические ноги, это тема как раз и наша тоже. Да. Ну, не дай бог сказать, а с осложнениями к нам попадают. Пробовали лечиться? Многие? Да, классические. Ну, это... То, что предлагает эндокринолог. Массажи, нет, это фактически не измечает. Ну, пробовали? Ну, пробовала, конечно. Дорогие инъекции? Да, кузнецовый импликатор, вот эта ходьба, значит, но оно все время. Временно? Ну, как-то... На какое-то... Ненадолго. Ненадолго? Да. Сейчас смогли избавиться? А сейчас я, вы знаете, намного чувствую себя легче. А в баллах, насколько можете сказать? Ну, как в баллах? Болезнь была там, баллов 8, стала, сколько-то проявляла эта болезнь? Ну, насколько ярко проявлялась? Ну, вы знаете, чувствительно, вообще-то, на, так, 8-10. Половину ушла болезнь? Нужно, половину даже. Ну, намного легче стало, намного легче. И с помощью чего? Ну, с помощью вот... Вот теперь расскажите, с помощью чего? Вот этого тренажера, который... Островок здоровья предложил вам... Мне дочь моя, которая работает здесь, предложила, чтобы я использовала этот массажер. Лайт степ? Да. Для ног? Для ног. А до того, как дочь здесь работала, вы не попадали на островок? Я не знала. Она вас пригласила? Да. Она меня не пригласила, а просто заставила. Заставила. Дочь молодец. Мама, ты должна... Дочь молодец? Замечательная. Заставила. У меня дочь самая лучшая. Все, дочь Таня? Да, Танюшка. 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 Заставила. Заставила. Мама, давай, мама. Я не верила. Я говорю, Таня, это туфта. Она, мама. Я же тебе хорошая, а не плохая. Я же тебе желаю, чтобы ты была здоровая. Но я все-таки в конце концов сдалась. И купила. Сразу купили или попробовать пришли, убедились? Ну, вначале я пробовала вот на островок. Походила. Вот, скажите, неожиданно. Хороший момент тот. И мне понравилось. Вот я хочу зафиксировать. Смотрите, какой момент. На островке предлагают много пробовать. И только потом покупать. Это важно? Очень важно. То есть вы смогли лично убедиться? Да. Я походила в сеансах 10. В сеансах 10. И мне это понравилось. Вы делали на лайтстепе массаж? Да. В каком режиме? Ну. Быстрым или медленным? С прогреванием? С прогреванием обязательно, случайно. Чтобы эффект был, утепление, да? И стопы. Вот, потому что это дает лучший эффект. Да. Чем без утепления. Ну, это одна из задач ног при диабете. Это улучшить кровоток. Обязательно. Кровоток. Это вы знаете. Обязательно, да. И нервные окончания, чтобы... И нервы оживать должны. Оживать. Оживать. Потому что при диабете они начинают потихоньку, медленно отмирать. Постепленно, да. Появляются ватные ноги. Да, ватные. Вот вы правильно сказали, что они ватные. Я ходила как на бать. Да, холодная воспринимается как горячая, горячая как холодная. Вот эти парастези. Да, холодные ноги, холодная стопа всегда была. Сегодня? В настоящее время. Да. Вот в настоящее. Я вот делаю, когда утром и вечером. Да, как вы делаете? Я, ну, как сажусь. Да, утром и вечером. По одному сеансу или по два три? По одному обязательно. А два-три? В смысле, утром сеанс. Подряд, подряд. И вечером. А вот за раз два-три сеанса надо попробовать. Нет, надо один сеанс утром. Я вам говорю, два-три надо. Многие скажут спасибо. Нет. Ладно, хорошо. Лучше так. Лучше постепенно, чем такое углубленное. Что еще пробовали на островке? Ну. Подушки, кресла пробовали? Кресла обязательно. Вот, в ничем не сижу. Это тоже помогает. Позвоночник, значит, шейная. Это самое... Улучшения появились? Ну, как же. В чем? Во всем. Ну, например. У меня ничего не болит. Позвоночник не болит. Шея. Я себя чувствую замечательно. А до этого болела? Ну, как. Позвоночник. Пыли хондрозы вот такие. Ну, гимнастика нужна какая-то. Я думаю, гимнастику делаю. Вот. И добавочные, как бы, вот эти все тренажеры, они... Эффективные? Эффективные, да. Как состояние ваше по уровню сахара в крови? Вот сейчас у меня... Среагировало? Ну, да. Но состояние дает положительное. А цифры? Ну, вот у меня было первое, вообще-то, 15. Были до 15? До 15. Ага. До 15, до 15. А сегодня? Сейчас у меня где-то 7-8. 7-8. То есть даже стабилизировалось уровень сахара? Ну, я таблеточки, конечно, я не отказывалась. Не отказывалась? Не отказывалась. Ну, остались на прежней дозе? На прежней. Но ноги мои стали лучше. Ну, все-таки по сахару. Вы остались на прежней дозе, но сахар стабилизировался в крови, да? Больше, ближе к норме. Да. К почечному порогу, так сказать. Ну, да. Ваше пожелание, ваше. Ну, мои пожелания, чтобы люди... Нас будут смотреть, смотрите, там, знаете, что такое интернет? Интернет. Пользуйтесь интернетом, да? Пользуйтесь, а вы пользователь? Я не пользуюсь, но... По скайпу звонить умеете? Знаю. Ну, там люди проводят сегодня полжизни. Да, да, да. И мы им хотим туда вот как раз рассказать, что сегодня... Они же сидят много, они там в стрессе живут. Для них такое оборудование надо, для этих людей? Обязательно. А с какого возраста вот вы бы рекомендовали? Движение, движение, обязательно движение. Хотя бы какую-то небольшую физическую нагрузку, гимнастику, в конце концов. Вот, не лениться. Согласен. Не лениться, самое главное. Встал даже в постель, можно... Ну, святой пендаль нужен иногда, да? Все, да. Вот, поэтому я считаю, что... С какого возраста вот, как вы считаете? Вы знаете, это с любого возраста. Надо дождаться, пока заболел, или можно и здоровым? Не надо. Не надо. Даже надо поддерживать свое здоровье. Поддержим. Даже если вы, допустим, абсолютно здоровый. Ой, у меня ничего не болит. Такие редко встречаются. Я здоровый. Условно. Ничего.